Заканчивается наше путешествие домой. Девчонки, я под конец заболела. Тут у меня температура 3,7 держится, кашель, ну все прилегающие. Вы знаете, что интересно, я не болела всю зиму в России, приехала в жаркую страну, но все это списывают на чистки, вот, которые происходят здесь. И мы сегодня спали с открытой дверью, нам оставили записочку. Я, к сожалению, не знаю английский язык, у нас последнего два дня осталось, и мне нужно кое-что докупить, потому что я так практически не была в городе, в магазин сегодня, в местный, схожу сейчас на завтрак, пока собираюсь. И, значит, мы сегодня спали с открытой дверью, потому что здесь невозможно спать, здесь жуткая жара, я моюсь по 3 раза, 4 раза на день. На полу душа, вот, и поэтому мы вынуждены спать с открытой дверью. И вот нам оставили записочку. И, знаете, я прям вот твердо решила, сколько раз я начинала, но хочу сейчас, после того, как приеду домой, заняться изучением хотя бы элементарного английского языка, потому что чувствую здесь себя инвалидом, не могу сказать элементарные какие-то вещи, там, сколько стоит, ну, сколько стоит я здесь автоматически как бы выучила, но все равно хоть какой-то такой базовый разговорный язык, который требуется в путешествиях, ну, элементарные какие-то вещи. Вот, и, ну, хочу тренироваться, наверное, себе поставлю это за цель. Приеду домой и что-то буду, найду какие-то либо тренинги. Я знаю, Петрова есть очень классные, хорошие для понимания уроки Петрова. У меня есть, кстати, скачанная программа. Вот, ну, хочу вот именно разговорный язык, не такой грамматический, то есть, по идее, если у тебя есть некий словарный запас, ты можешь вот изъясниться на раз-два, пусть ты даже там времена какие-то не соблюдаешь, но тебя понимают, учитывая, что здесь большое количество туристов проходит. Вот, и хочется мне вот набраться хотя бы элементарного словарного запаса для путешествий, вот именно мне нужен разговорный английский язык для путешествий, где-нибудь надо найти, вот, либо программки какие-то, либо еще что-то, вот. Собственно говоря, все, мы сегодня первую группу отправляем, потому что мы не все сразу едем с копом, у нас три человека едут сегодня, по-моему, Андрей сегодня вечером едет, мы только завтра вечером, у нас самолетово 9 часов, вот. Пока будет потихоньку собираться, сегодня схожу в местный их магазин, потом на рынок хочу сходить, одной придется, потому что многие уезжают в музей, я не поехала в музей, потому что ничего не покупала себе, то есть оставила на последние дни тоже, теперь решила, на последние дни ничего не буду оставлять, буду закупаться в первые дни, особенно бады, потому что раскупили их в первый же день в магазине, то есть мы когда приехали, все бады были, трифола была, сейчас их нет, то есть полки практически в магазине пустые, а знаете, индусы, они настолько, вот я говорю, почему они бедно живут, они не любят работать, не умеют работать, они не умеют организовать в каком-то плане те же самые продажи, то есть на полках уже давно все закончилось, можно это давно было завести, можно было спрогнозировать там спросы, предложения, и все это в больших количествах, в нормальных количествах все это сюда привезти, чтобы это было, да, для переезжих. Ну, даже вот часто такое бывает, приходишь, я уже это в первый день поняла, в первый раз, в первую поездку, приходишь, допустим, полки пустые, но есть телажи, на которых все завалено, все лежит в нормальном количестве, в нормальной цветовой расцветке, но они просто это не выкладывают на вот эти полочки, вот, так что вот так вот работает индусы, соответственно, как работают, так они живут. Минейка, я вам не показывала, что я беру себе это на завтрак, вот, вот завтрак мой, чай обычно я беру, вот, фейрбол, потом, свежевыжатые моркови, тост с арахисом маслом и помидором с сиром. А вот все это вышло на 42 рубля, ну, рубля, примерно один канонный. Сейчас я иду в магазин, видите, вообще никого нету, закончился праздник, и половина людей разъехались, в основном индусы, потому что они шумные. Вот иду сейчас, время 10 часов, но такая уже жара, какой ведь 10 времени, 10 еще нет, оно ужасно жарко, поэтому, в принципе, индусы, они ложатся рано и встают рано, ну, то есть в 4 часа их можно увидеть на улицах города, потому что до 10 еще как-то жить можно, и после захода солнца, солнце садится часов 6, более-менее становится такая комфортная температура, не слишком жарко. Вот, собственно говоря, поэтому, наверное, они такие вялые, они работоспособные. И у меня последние несколько дней раздражает тот факт, что на улице жара такая, приходится укрываться платком, вот, накрываться, плечи, то есть это обязательно здесь без платка, здесь девочки не ходят, девушки не ходят. Вот, и этот платок уже начал раздражать, постоянная жара невыносимая, и еще вынужден укутываться. Вот что я купила в магазине, БАДы в основном я в этом году привожу, в принципе, все то, что я планировала. Взяла 3 баночки шелаки, это для мамы, регулирует, ну, короче, для тех, у кого проблемы с суставами. Все пересыпала в одну баночку, видите, вскрыла коробки. В прошлом году я до этого не догадалась, потом думаю, почему бы в одной все не пересыпать. И получается, из 3 баночки у меня получилась целая полная одна банка. Меньше с собой везти, меньше места занимает в чемодане. Вот, возьмите на заметку, некий лайфхак такой. Потом карелы, это тоже маме. Вообще все юридические препараты лучше пить не меньше 3 месяцев. То есть от 3 до 6 месяцев у них курс приема, поэтому я взяла 3 баночки, а как раз получится на 3 месяца. А это для регулирования глюкозы, то есть сахара в крови. У меня диабетик, поэтому я тоже для нее взяла. Атулоси, это себе, я тут заболела. Вот, а он хорошо, именно видите, респираторные, для респираторных заболеваний. Жар понижающий, отхаркивающий, то есть симптомы снимает. Буду его пить теперь. И Юрька мне заказала масло для волос, взяла вот это вот, кстати, вот это масло синенькое, можно использовать для тела, для волос, но и не только для этого, в пищу. Потому что оно 100% нерафинированное масло, и холодного отжима. Поэтому смело можно добавлять куда-нибудь, там, молотушки печать, каши и так далее. Но я много, то есть вообще, я вот на подарок только взяла, себе не стала брать, хотя, в принципе, планировала. Просто потому, что я не хочу тащить все это. Мне говорят, чемоданы, Настя, ну ты же чемодан не везешь, но нужно этот чемодан еще поднять на всякие ленты, там, со ступенек, не со ступенек. То есть, нет, не хочу. Не хочу с собой ничего лишнего везти. Обойдусь как-нибудь без кокосового масла. Еще я днем сюда приходила в обед, были пустынные улицы, а сейчас куча людей, все друг другу сигналят, и все время кажется, что это тебе. Короче, я иду и ловлю себя на мысли, что впервые за две недели меня не раздражает шум города, потому что я соскучилась просто по мирской такой жизни, по суете. Вот я реально иду и кайфую сейчас. А раньше не могла находиться. В таком хаосе. Смотрите, сколько желтых муравьев. Первый раз в жизни, это он термит, а не муравьев. Смотрите, сколько желтых муравьев. Смотрите, сколько желтых муравьев. Да, кстати, я вам не сказала, что здесь учатся дети при школе. Ой, школы есть при храме. И здесь очень много классов, и старшие, они, по-моему, музыкальную школу заканчивают. Ходят они во всем белом. Вот девочки, которые постарше, ходят в саре, в белом саре, а те, которые подростки, они в таких вот платьицах. И мальчики тоже ходят в белом. Вот там, кстати, мальчишки в деве-эст-аден. Вот они там в белом стоят. То есть, студенты. А это вот домики, в которых, ну, в основном, живут индусы, приезжают. Селят. Смотрите, как красиво. Стараются селить по национальностям. То есть европейцев в одну часть. У нас, например, Норд-5 был под русских заточен. Ну, я, по крайней мере, видела там только одних русских. И, наконец-то, у меня проснулось желание к съемкам. Аллилуйя! А вот это вот к столовой сейчас подходим. Вот там сам мандир, к которому мы обычно сидим, в котором все службы проходят. Вот это, это столовая европейская. Здесь нормальная такая европейская еда. Которая поделена на две части. Одна часть женская, другая мужская. То есть вот эта вот женская часть, она еще не открылась. И там дальше мужская. Там все то же самое. Ну, просто вегетарианская еда без курицы, без мяса, короче. Без мяса и рыбы. Вегетарианская. Там слоник как раз, с которым я фотографировалась, стоит. А папе я взяла шваганду. Это мужской такой цифр. Бата иеравидическая. Она для женщин подходит, но в том числе и для мужчин. И вот такие вот еще бельдия. Таких мне не было. Мне очень понравились. Они прямо на свету так сверкают. Красиво, потому что тут все цветочки и со стразами. Нежно-розовые. Одни единственные, по-моему, остались. Их раньше было много. То есть вот, девчонки, если сюда приедете, я просто знаю, что многие сюда приезжают, в самом магазине берите. Ну, не многие. Некоторые мне писали. В самом магазине берите. Прямо вот как приехали, сразу берите, пока есть. Потому что иначе если останется на последние дни, как и я, то много чего уже не будет. Смотрите. Смотрите, как я. Сейчас мы пройдем с дороги. Все, как знаете, советские времена. Такие глубокие. Они даже не в советских, революционные, когда на тележках, на повозках там что-то возили. У нас одна партия сегодня уезжает. Стран, девочка. Катя, ты как будто переезжаешь на другую квартиру вообще. Катя, ты как будто переезжаешь, на другую квартиру вообще. Я выйти хотела. А мы приедем. Да, мы спустимся. Езжайте вниз. Нет, они еще. Здравствуйте. Привет. Они еще не уехали. Простанели, как поглянь. Здесь они внизу. Уши замуж. А быть там. Вот. Они приехали, возружаются. В очередь за ней. Ладно? Есть? Женщины. Забыли, кого отречившего. Я уже усталил, Ляш. Завры, я не забыли. Я в хороводе провожу. Мы тебя любим. Спасибо. Спасибо, что ты сказала. Все волшебны. Просто волшебны. Все равно, все равно. С потопком летите. С потопком летите. А, ну конечно, конечно, мы её возьмём. Давай, ты будешь посетить. Я знаю, ты не можешь здесь. Вроде шестнадцатый. Шестнадцатый? Ну, шестнадцатый. Ну, то что у тебя будет шестнадцатый точно, да? Да. А вчера заказы не бери, понимаете? А, нет? Подарки не отобрать. Всё, давай. Я ещё молчу, что у меня, да, половина Катя? Молтили ко мне, разговинали. Я хочу. Это чё ты будешь, я с этой сумкой. Ой, я теперь на Йогу покажу. А на праздник буду. Смотрите, всё это прекрасно. Что-то с чематой. Все соседи, что-то не бежит. Слышите, напишите нам, ладно? Хорошо, удачного пути вам. Спасибо. И вам. Давай. Всё, снято. Саратов. Первый пошёл. Да. А у вас тут уже? Пять-пять. Пять-пять. Спасибо. Пять-пять.